здравствуйте мои дорогие друзья с вами виктор это канал витек play мы продолжаем сегодня играть в ведьмака конечно же каменные сердца как вы видите мне отличное настроение мы пойдем приставим скаты женщин тут да красавчика поджидаешь какого еще красавчика у меня вступила когда на мельнице подметала вот я и прислонилась старой печки огонь сильнее была бы я в твоем возрасте ты бы у меня иначе запел вещал бы как малый котенок такая бабец еще тоже да и прикурить называется девушка и смотря сидит но что-то видали что он выловил старый горшок а может его девка на ногах горшки носит вместо туфель ты должен был достать мою туфлю что же мне теперь босиком праздновать или в одной туфли танцевать тулю искал нету там может она куда выл зарылась сам был зарой себе сталыч дурацкая затея бедный мужика же я тебя избавлю от нее что тут делается они играют поймай башмачок не слыхал разве никогда в дворянских усадьбах таких забав нет в чем суть барышня кидает башмачок воду а ее кавалер должен его выловить а что делает когда выловит тогда что тогда барышня радуется потому что это значит что кавалер у нее ловкий и настоящий рыцарь и все никакой награды даже дружеского поцелуя а вот это уже от барышни зависит если захочет поцелует не захочет так нет вот как повезет я горит сыграю а блин давай ныряй это еще не конец вы посмотрите на ее глаза нравится мне такая забава шани давай свой башмак готов ради тебя и в болото нырять булт их ну давай витальд гляди на меня шами хрена сидись бездна какая-то не понял где башмак и оба есть вижу какой-то возможно это не ее чей туфля вон там еще туфля есть как две туфля что еще есть блин жить конечно прикольная затея я в такой никогда не играл ир не стал так ну давай сначала шани я-то думал что знаю все деревенские обычаи но вот об этом с башмаком слыхал чего чего я еще не выловил что ли стоп какого видите где башмак и так не честно я не вижу башмак я жоди выловил два башмака нет разве а не тут то было вот он еще один что опять не я че издеваетесь что ли они тут респавнится как слушайте вот это номера участие до сих пор не выловил ее башмак так пора всплывать а то я сейчас здесь задохнусь на хрен правда и лопа самые подмышки я вижу или стыдно не помешало тебе найти мой башмак и все прочие которые выкинули в это озеро всегда лучше сделать чуть больше хотя бы и напрасно чем чуть меньше и потом жалеть у тебя целая теория теория проверяем практикой каждой барышне для которой я выловил башмачок я могу всунуть если она юбку задерет ножку в башмачок разумеется как ты великодушен ах ты пошля герой ты не знала я наверное заслужил поцелуй а раздай башмачки владелица может кто и соблазнится динамида просто пошутил они меня совершенно не волнуют узнаешь что это золушка моя мой башмак а теперь вытяни ножку и позволим мне вставить смысле ее в башмачок ее больше мачо благодарю как это хорошо в мокром башмаке отходить отличная музыка пойдем танцевать пойдем я не встречала ведьмака который любит танцы а сегодняшний ведьмак их обожает особенно с тобой так 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 понеслась веселись на всю катушку а теперь специально для наших дорогих гостей ведьмака геральта его это желательно и подруги шани музыканты сыграют кое-что особенное наконец-то можно поджиматься идти камни шамей я раскрою тебе мою романтичную так а ты неплохо справляешься что это на заднем плане жесть какая попа пропал молодец мужик с такой партнершей как ты даже стул смог потанцевать вот он комплименты сыпет вообще жестокие когда нужно я могу проявить немало фантазии какое сочетание уверена женщины это обожаю ну не стану себе просто интересно скажи сколько их было порядочно это никакие попала швабра настоящая женщина разумеется ни одна из них подметки тебе не а классно кажется музыканты заканчивают играть знаешь как настоящий танцор благодарить свою партнершу кажется нет ну что ты творишь совсем ума лишился может быть мой разум и сердце теперь твои Давай договоримся. Ты можешь болтать все, что тебе угодно, но руки держишь при себе. Ясно? Ой-ой-ой, время-время. Так-так-так. А тебе понравилось так-так? Не сердись, но я не смог удержаться. Ага. Я не сержусь, но больше так на меня не бросайся. А может быть надо не понравилось? Ну хорошо, следующий раз спрошу. Шани, я могу тебя поцеловать? Ты невозможен. Можно мне теперь Геральта на минутку? А зачем? Он ничего интересного не скажет. Он зануда. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, добро. Видел, как я все разыграл? Смотри, не посри. Интересно, как это, когда в тебе сидит дух? Ты что-нибудь чувствуешь? Можешь на что-то влиять? Я все чувствую. Но не могу контролировать ни действия, ни слова. А почему ты спрашиваешь? Потому что мне интересно, как было бы, если бы я танцевала только с тобой. Какой-то вариант-то есть третий, а? Ну, в принципе, у нас сама цель, ребята, это сделать. Мне бы хотелось сделать то же самое. Ну, так почему ты этого не делаешь? Скажи мне! Нормальные люди не ведут себя, как Витальд Форневерик. Потому что они идиоты. Не будь с ним слишком строг. На самом деле он даже забавный. Ха! Вот и видишь! Я забавный! А ты стоишь тут, будто копье проглотил! Ты видела человека, который объявил для нас, то есть для вас, песню? Да. Я удивилась, что он меня знает. Мы ведь не были представлены. Кто это? Это и есть Гюнтер Один, господин Зеркало. Только что он здесь делает. Ну, так возьми и спроси его. Да, раз уж он тут появился, нужно с ним поговорить. А тебе случайно не приходило в голову, что он просто так зашел на свадьбу? У тебя он ничего не делает, просто так. Тем более случайно. Я вообще-то должен забавляться. А я уже минут пять стою столбом и слушаю, как вы болтаете. И я возвращаюсь в тебя. Ну вот, сразу лучше. Пойдем, Шанни, нечего попусту языком молоть. Блин, прикольно. День только начался. Пойдем поустроим что-нибудь дикое. Мне кажется, музыка громковата, по-моему. Хотя настройки звука я не менял. Так, а что, с мужиком поговорить? Нет. Позволь, Шанни, я покажу тебе, что можно. Не стесняйся. Давай, детка, ломбада. Давай, жги, Геральт, жги. Да, слушай, он как ночной эльф в Бобе танцует. Прям, что-то похоже это. Воу, воу. Ладно, хорош, 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 Геральт, перестань. Как же ты движешься, очарование, какая грация. К сожалению, ребят, очень тихо почему-то музыку очень громко играет, хотя... О! Пусть у вас горды под ногами не путаются. Так. Так, я вообще в сракотан уже, да? О! Пишина. Вроде бы пряник, это просто мука, мед, яйца да приправы. Позволю себе не согласиться. В таком прянике самый важный ингредиент — это время. Что он несет? Тише, давай послушаем и узнаем. Как это? Самый важный ингредиент — время? Верно отмеренное время придаст прянику нужную консистенцию. Он станет идеально хрустящим снаружи и восхитительно мягким внутри. Ну а все-таки, сколько этого времени надо бы? Этого вы не найдете ни в одном рецепте. Вам придется отдаться на волю чувств, довериться им. Время нужно осязать, вонять, даже кушать его. Время — это ключ. Загрузил бабок. Позволь представиться, я Гюнтер Один. Замечательное платье. Тебе очень идет этот цвет. Спасибо. Я много о тебе слышала, но не знала, что ты повар. Ты удивительно много знаешь о пряниках. Я просто много знаю обо всем. Да, интересно, что ты знаешь обо мне. Ты всегда был хуже своего брата. С детства ты завидовал Ольгерду во всем, потому что хотел быть таким, как он. Так, так, так. Ты меня видишь? То есть меня, Витальда фон Эверикли. Конечно. Почему бы мне тебя не видеть? Потому что у меня тело Геральта, ведьмака и... Кем бы я был, если бы истинная природа вещей оставалась для меня невидимой? Кем-то таким, как ты. То есть, никем. Не хочу устраивать шум в присутствии дамы, но оскормишь меня еще раз и... И ничего. Я знаю, что сейчас ты очень хотел бы вести себя, как твой брат. Показать, какой ты мужественный. Но, скажем прямо, ничего из этого не выйдет. Ты не станешь таким, как он, как бы ты ни пытался. Чушь! Я никогда не завидовал моему брату. Пожалуй, что нет. Он просто был для тебя недостижимым образцом. Ольгерт был сильнее, быстрее, лучше стрелял. Это Ольгерт первым научился читать, хоть и очень старался. Когда вы подросли, это он выбирал себе девушек. А тебе причитались остатки. Прости, Шанни. Мне жаль, что ты должна это слушать. Не обманывайся. Шанни здесь не из-за тебя, а из-за Геральта. Видно, тебе на роду написана роль скверной копии. Кстати, танцевал, Ольгерт, тоже намного лучше тебя. Зачем он все это говорит? Ты прежишь, как пес. Это мой брат. Я любил его. Вопрос лишь в том, был ли ты для него так же дорог, как он для тебя. После смерти он сделал меня герой. В моем последнем бою на меня навалились пятеро. Не скрою, я отступил. Я бежал в подвал, и там меня прижали, как к крысу. Но Ольгерт рассказал всем, что это я в одиночку бросился на них. Осмелюсь спросить, откуда ты все это знаешь? Ольгерт часто приходит на мою могилу, пьет и вспоминает старые времена. Он меня не видит, а я слышу каждое его слово. Что ж, возможно, однажды ты услышишь нечто, что тебя очень удивит. Ты о чем это? Более не смею тебе мешать. Блин, засранец, намутил воду и ушел. Прости, я же. Все в порядке, правда. Забудь о нем. Мы пришли развлекаться, так ведь? Да. Пойдем, ночь еще только началась. Все ложь, не словно. Не бери в голову. Ольгерт был не просто моим братом, но моим лучшим другом. Тихо, тихо, тихо. Я тебе верю. Так, наверх. Теперь пора веселиться. Время нас ждать не будет. Так, пора веселиться. Что здесь еще есть? Женщина, здравствуйте. Вам помочь? Шани, дорогая моя, ты не поверишь, что случилось. Единственную дочь свою выдаю замуж. Так что свадьба должна быть на зависть. Вот я и заказала настоящего пожирателя огня. О, никогда не видел такого фокусника. Это очень дорогая затея. Он аж из Новиграда приехал. Я на свою дочь денег не пожалею. Родители жениха считают нас бедняками, вот пусть убедятся, насколько они ошибаются. Наверное, так и не убедятся. Пожиратель-то пропал, и ни слуху, ни духу. О-о. Потому что его пес жениха прогнал. О, чертов демон! Правильно его назвали! Успокойся, душенька! Здесь сударь-ведьмак! Может, он нам поможет! Так. Прежде чем я начну свое ведьмачье следствие, мне нужны указания. Расскажите все, что знаете. Ну, значит, пожиратель огня прибыл сюда около полудня. Съел второй завтрак и захотел осмотреться. И тогда этот ужасный демон его увидел и стал брехать, как оглашенный. Почему? Понятия не имею. Но не нравится он ему, и все. Учуял, что это пожиратель огня. А огня ведь каждая зверюга боится. Если бы боялся, сам бы убежал, а не бросался. Так пес глупый! Не знаешь, чего от него и ждать. Сорвался с цепи и погнал пожирателя в лес. Глупый, не глупый, только он питомец нашего зятя. А если пропадет, то будет скандал. Хорошо, ладно, давайте найдем их. Не беспокойтесь. Ведьмак, ну то есть я, найдет вашего пожирателя горячих штук. Это очень мило. Только никто не знает, где его искать. На этот случай у ведьмаков, у нас то есть, найдется свой метод. Как выглядел этот фокусник? Была на нем такая приметная шутовская шапка. О ней его и можно узнать. Я его найду. Благодарим. И ловим на слове. Вот ты какая, а! Поймала на слове. Как приятно, что ты согласился помочь. Но ты уверен, что справишься? На самом-то деле, ты не совсем ведьмак. Поищу этого фокусника, ладно? Только ты мне не помогай. Отличное выйдет развлечение, но я должен сделать это сам. Козин, барин, я бы на твоем месте начал с того, что постарался найти следы пса и пошел бы по следу. Хороший совет! Так и сделаю! Шани, мы с Витальдом идем искать пожирателя огня. Если до полуночи не вернемся, тогда... Успокойся, вы вернетесь. Я в вас верю. Какая она позитивная! Ну так идем! Вперед за приключениями! Так, он сказал, что он сам все сделает. Я не понял, погодите. А, то есть он сделает все сам, но все равно я буду все делать. Понятно. Так, вот, следы. Собачьи следы. Я два раза видел, так низко погрызнуть демон. Неужели, а не скоро истинно жрать. Жрать видно недоволе. Или это его пожиратель так разозлил? Так. Прости, но что-то не хочется мне бегать по собачьему следу. Я лучше тебя здесь подожду. Да скоро стоишь, не конечно. Я пока отлучусь по делам, а ты отдыхай. Скоро вернусь. Сломанная ветка. Будто кто-то тяжелый хотел залезть на дерево. А может, этот пожиратель жирный, как Боров? А может, кто-то хотелось поставить запелку. О. Становится веселее. Вот эта шапка пожирателя огня. Говорили, что она дурацкая. Должно быть, он ее потерял, когда убегал от демона. А вот здесь, вот они и сидят. Такое ощущение. Пожиратель жирный и трусливый. Так. Наверх. Нет, не наверх. А, ты смотри, тут какая-то пещера. А, нет, стоп. Наверх, все-таки, да. Сейчас я чувствую, собаку найду и пожиратель этого. Господи, собака-то какая маленькая. А вот и наша пропажа. Хорошо ли, не вижу. Ебанько залез на дерево, чтобы спрятаться от этой собачки. Да. Гигантский пес. Эй, мужик, слезай. Ой, нет. И не подумаю, мне еще жизнь дорога. И что будем делать? Сейчас я его успокою. Сядь. Блин, собачка-то вот такая. Вот это сила. Если бы у меня такая была, не забили бы меня в ту ночь до смерти. Пускай сделает что-нибудь забавное. Например, пусть покувыркается. Нет. Ох, как можно быть настолько скучным? Я сам все сделаю. Пуырок? Оставь его в покое. А если бы я ему сказал съесть собственный хвост, он бы съел? Демон, домой. Ну и что ты сделал? Испортил мне всю забаву. На свадьбе позабавишься. Слезай, мужик. Ты же видишь, этого страшного пса нет. А он это, точно не вернется? Точно. Всегда лучше подуть на воду. Шапку ему отдали. Геральт, ведь этот шут набрался как сапожник. Я надеюсь, что он еще не все допил. Я спас тебе жизнь. Так, может, ты хоть дашь мне выпить? А шо, извольте. Жест. Сейчас налакается. Замечательный мед. Я понимаю, почему ты решил с ним на дереве уединиться. Мед-то хорош. Только я от пса убегал. Хотя разве же это пёс? Чудовище это было. Воистину демон. Правильно его назвали. Так, вот шапка. Вот тебе твоя шапка. Ты ее потерял, когда от пса бегал, как настеганный. О, шапочка моя любимая. Удачу мне приносит. На каждое выступление ее надеваю. Как получается, что человек, который каждый день играет с огнем, боится маленькую собачку? Это чудовище было, демон. Да слышал я уже. Трус ты сего лапой, вот и все. О, я бы попросил. Я не трусливый, я осторожный. Знаешь, что было бы, если пожиратель огня пренебрегал осторожностью? Наверное, поджарил бы себе язык. Угнал. Ну вот, теперь ты и все понимаешь. Блин, он не кого-то напоминает этот пожиратель огня. О каком состоянии о выступлениях можешь забыть? А в каком это я интересное состоянии, а? Посмотри на себя, Тартыга, ты едва на ногах держишься. Во-первых, это чушь. Во-вторых, я пожиратель огня, а не канатоходец. Ноги мне без радобности. Такой возможности больше не представится. Расскажи мне, как глотают огонь? О, нет. Меня бы за это изгнали из цеха. Если хочешь, могу тебя взять в ученики. Тогда где-нибудь через полгода узнаешь. Нет у меня столько времени. Я не проболтаюсь. Ну скажи, мы же мед вместе пили. Мы ведь уже почти как братья. Ты же у меня все выжрал. Не брат ты мне. Вот ты как со мной решил поиграть. Ну ладно. Если ты мне не скажешь, я тебя тут брошу на расправу кабанам, медведям и кровожадным оленям. Так что выбирай. Это насилие и угнетение артиста. Говори. Есть такая специальная субстанция, которую я выпиваю перед выступлением. И потом могу глотать огонь, плевать огнем. Ну, все могу. И ничего меня не обжигает. Вообще. И это все? Только и всего? Да где же здесь фокус? Это каждый может намазать себе харю какой-нибудь защитной жижей. Довольно. Сначала меня травят собаками, потом отбирают у меня выпивку, да еще меня оскорбляют. Хватит с меня. Я ухожу. Не хотел я оскорблять этого шарлатана. Сделай что-нибудь. А сейчас ты забудешь обо всем, что видел и слышал в этом лесу. А может, ему просто вломить? Будет знать, трус и обманщик, как туман напускать. Не надо. Ты вернешься на свадьбу и будешь показывать свои фокусы. Свои фальшивые фокусы. Хорошо, господин. Все, что пожелаете. Ты идешь или нет? Иду я. Уже иду. Ну, пойдем что ли на свадьбу? Может, я найду еще что-нибудь интересное? Да пошли уж, пошли. Походу, делай. Держись поближе и не шуми. О, ни на шаг не отойду. В этом лесу наверняка кишат дикие звери. Слушайте, сейчас мы кого-нибудь найдем. У меня мечи появились за спиной. До этого их не было. Мамочка! Медведь! Медведь, медведь. Хуй тебе, а не медведь. Прячься слепотно. Смотри на меня. Какого хрена, что ты мантуль? Вытюкается вообще, как сапожник. Геральт, ты ведьмак, а не сапожник. Что за странный кабан такой попался мне? А ты когда-нибудь видал медведя, похожего на кабана? У меня зрение слабое, и потом я ведь пожиратель огня, а не натуралист. Ну да, оно и видно. Чуть не забыл. Я ведь даже не спросил, как тебя звать. Давид Австензборо? Послушай, Австензборо, держись меня, и ничего плохого с тобой не будет. Отведу я тебе пьяная морда на свадьбу в целости и сохранности. Да, что, сейчас еще кто-то нападет? Пропавший пожиратель огня нашелся. Скажу, не хвалясь, я справился. А что с демоном? Где он? Он не вернулся? Вернулся, только ведет себя как-то странно. Сидит о завевшей какой-то и жизни в нем, что в твоей морковке. Не понял. Может, он вон ягод нажрался или еще чего. Внимание, внимание! Приглашаю всех на уникальное выступление Пожирателя Огня! Идем, посмотрим его фокусы. Я никогда в жизни еще такого не видел. Главное, чтобы он на девочке волосы не поджег. Ну, давай! Давай, плюнь огнем! Ну! Ну! О-о-о! Как-то она на него интересно смотрит. Так, хорошо, ребят. У нас тут так уж и много пунктов осталось. Мы нашли Пожирателя Огня, спасли его шкуру. Будь у меня вторая жизнь, стал бы цветов. Ты уверен, что потрясающе. Вы, кавалер, видно, с кем ты меня перепутали. Ну, вот уж нет. Зрелые женщины, как спелые фрукты. Хватит! Отойди! Дурно иди! Лестница. Никогда из такого сочетания ничего фу... Смотри-ка, Шайя. Лестница прямо-таки приглашает нас сбежать по ней наверх и... Побесеть. Белины, что ли? Ну, давай, сбежим. Ну! Ну, я что это? Прямо вот так. Корова. Что это? Присядем, иди еще. Прямо вот так. Я вся внимание. Так о чем ты хотел поговорить? Пардон, побеседовать. Ну, если говорить по существу... Да. Понимаешь, что делаю? Ну уже, говори начистоту. Ясно. Так я и думаю. Пойдем, нам уже пора спрощаться. Не понял. Зачем это нужно было делать вообще? Что за фигня? Что ты так и думала? Я просто растерялся, не помню. Чем громче мучит корова, тем меньше дает молоко. Что-то странное было так. Раньше у меня были только обычные девки. А пивая шармашки. Нельзя так просто взять и перейти. Ну, то есть, нужно подойти к вопросу романтическим. Да-да, конечно. Так, я не понял. А, вот что-то черненькое. Мы здесь, чтобы развлечься. Выпейте с нами! Я с женщинам никогда не отказываю. За вашу красоту! Ну и за твою, Жаню, конечно, тоже. Будьте здоровы! Счастья тебе! И удачи, Белорус! О, низушек. О, что это? В гвинт еще надо будет поиграть? А может, сыграешь с нами партейку в гвинт? Конечно, сыграю! Меня уговаривать не надо, мелкий. Не стоит его обзывать. Простите, я не хотел никого оскорбить. Если бы не хотел, то не назвал бы его мелким. Я же извинился, что еще? Цветы ему подарить? Лучше играя, не болтай. Играем, играем. На что ты хочешь играть? На все, что есть. Вот моя ставка. Я не знала, что ты такой азартный. В эту ночь ты много моих достоинств узнаешь, милая. Больших достоинств. Что же он к этому все клонит, а? Она уже на него смотрит так странно. У нас такой обычай. Кто проигрывает, тот носит ослиные уши. Это не моя печаль. Я не проиграю. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы что, прикалываетесь, что ли? Я же не умею играть. Классная карта. Корова, ноль мощь. Лучница. Корова-лучница с нулем мощи. Слушайте, а я же сейчас проиграю. Я же не умею. Я же не умею играть. Ха-ха-ха. Так, хорошо. Так, три осадных мастера. Так, гребаные пихтуры. Можно снять? Эд, снизя. Тогда давай две гребаных пихтуры воткнем. Стоп, а я могу мглу еще воткнуть. А, мгла у меня уже есть. Мгла, мороз и ливень у меня есть. Ясное небо. Так, так, так. Два чучела. А можно не играть? А, можно сдаться. Ну, давайте попробуем сыграть. Я более чем уверен, что меня сейчас дрюканут. Ну, ладно. Так, выберите карту обменять. Нет, чучело это нужно. Мороз. А, так. Так, о, у меня нехороших карт завезло. Ну, в смысле, много, по крайней мере, толстых. Так, шпион даже есть. Так, принц, теннис. Так, это кто такой? Прочная связь. У меня таких больше нет. Таких тоже двух не завезли. Ну, давайте вот этого меняем. Оп. И вот этого меняем. О, блин, на говнюка поменял так нечестно. Что это такое? Найдите в колоде все карты. Кстати, с похожим названием сыграйте их немедленно. Нихрена себе, крутая штука. Так, надо его как-то разыграть. А я могу, надеюсь, вернуть такую карту обратно? Так, ладно, давайте. Жалко, медика нету. Ну, давай вот такого мелкого дадим. Посмотрим, что у него еще есть. Накер. Опять сейчас понасамонит немерено. Смотри, а мороз у меня что выдает? Рукопашных отрядов силу снижает. Так, хорошо. Так, зенитка у меня только одна, рукопашек много. Плохо. Ну, давай сюда. Восьмерочка у меня, да? Помощи. Вампир Брукса. Нихрена себе накидал. Ух, 30. Слушайте, надо отдавать, по-моему, уже, да? Давайте ставим чучело-миучело. Пусть он еще раз походит. И отдаем ему эту партию. Спасовал. Он понял, что я... Что я его сливаю, да? Так, можем ли мы его прокинуть? Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Блин, косяк. Даже если я сыграю... Так. Так, он умеет мглу играть, да? Так, если я сейчас все заморожу, мне все равно нужно будет ставить вот этого парня. И что-то еще. Может быть, пасануть? Давай. Так. Так. Блин, косяк. А я даже этого не сыграл шпиона. А-а-а! Ну ладно, давайте попробуем. Надо было шпиона ему, наверное, отдать, да? Начало раунда. Так. У него пять карт, кстати, осталось. А, уже спасовал. Отлично. Так, наш ход. А что, если... Так, кинуть ему пятерку. Слушайте, я по-любому тогда эту пятерку ему отдам в следующем раунде. Но ее же я потом... Стоп. А как я... А на этого, по-моему, не работает туман, да? Да, не подвергается воздействию карты умений. Соответственно, не можно просто слить мужика. И выиграть раунд. А потом просто массой давануть. Так, хорошо. Ну-ка, давай. Кто ходит? Блин, мужика какого-то дали. Наш ход. Ну давай, поставим его. В принципе, здесь можно выкидывать все, что у меня есть в руке. И уже от этого отталкиваться. Кошкин кот. Какая-то хренозуврена. Ни хрена себе. Ну ладно, хотя бы милишники только. Милишников мы всех уберем нахрен заморозкой. О, отлично. Еще один милишник. То, что нужно. То, что доктор прописал. Вот, сейчас мы все это у него вырубим. Так, кучник. А вот это плохо. На этого не действует. Давай тоже поставим. Одна карта у него осталась. В принципе, если это не золотая. Что это такое? Что это за черепа? Что за череп? Что это дает? Что дает череп? Он считает самый сильный рукопашный отряд или отряды вашего врага, если общая сила у рукопашных отрядов равна или превышает 10. Рукопашных отрядов равна? А почему? А, на него не действует. На моего, да? Ха, прикольно. На него не действует. Прикиньте. Круто. Так, ну то есть я могу положить вот эту штуку. Могу кинуть вот эту штуку. Я уже победил, по-хорошему. Да, я уже победил. Ю-ху! Да, детка! Победа. Вообще вздрюканул его. Давай-ка, любезный, надевай ослиные уши на свою ослиную башку. Я-то надеялась, что увижу тебя с ослиными ушами. По-моему, ты был бы неотразим. Я знаю другие способы быть неотразимым. Можешь убедиться. Я подумаю. Ара выпить! Свадьбу, в конце концов. Выпьем, выпьем, а то время уходит. Выпьем за здоровье ведьмака и его невесты. Слышала, Шани? Ты моя невеста. Знаешь, что это значит? Нет. Что? Что мы должны себя вести, как жених и невеста. Это как же? Я буду ухаживать. Ты сопротивляться. Но все и так знают, чем это кончится. Отличная забава! Отличная! Поехали дальше! Хорошая слава, этот ваш гвинт! Поехали дальше! Устраивайся! Так, идти на церемонию одевания чипца или венца или чего там, я не понял. Давайте посмотрим. Сейчас он что-нибудь сказанет наверняка. Я тебя ненадолго оставлю. Я подружка невесты, так что должна участвовать в обряде. Иди, Шани. Я тут сам разберусь. Сударь и сударыни, поскольку я уже давно так не развлекался, то решил сказать речь. О-оу. Геральт, не надо. Блин, ребят, не надо так, не надо или скажу речь? Я думаю... Слушайте, а вот он может что-то классное сказать ведь, да? Блин! Ребята, жесть, вот это выбор! То есть можно послушаться Шани, как бы, да, на попятную пойти. А можно сказать речь, а вот кто знает, а вдруг он реально классную речь скажет. Может быть, он не облажается. Давайте попробуем. Как не надо, когда надо. О-оу. Ну, до сих пор я считал все деревенские забавы чем-то недостойным дворянина. Ускажите сами, будь кто из вас дворянин, устал бы он водиться с черними? Красоту простых девушек я всегда ценил побольше многих. Будьте меня на то время, милые дамы, я бы с радостью убедил в этом каждую из вас. О ребятах я не говорю, я ведь их вообще не замечаю. Была у меня пара неплохих конюхов, но никогда я с ними не болтал. И не стал бы, даже за деньги. Должен ли человек иметь принципы, разве не ты? Но сегодня, сегодня все изменилось. Благодаря вам я понял, что деревенщина – это тоже человек. Говорит мне с вами по-прежнему не о чем, но мне это уже не мешает. И спасибо вам за это. Я люблю вас. Нам уже пора на обряд на диване чипца. Погоди, я же еще не закончил. Ты закончил. А всем девушкам пора на обряд. Значит, и тебе, Шаня. Вот полночь на башне пробила, невесте выносит чипец. Все знают, что воле девичьей отныне приходит конец. Кому грех, кому смех. Кому сон, кому звон. Кому добрый молодец, а молодой жене чипец. Чем жена усердней, знаем по примете, Тем скорее родятся в этом враги дети. Уж не прогневитесь, мы поем для свеку. Пусть вам теща чарку поднесет в утеху. Хоть жена супругу верности клялась, Свекр будь построже, чтоб не увлеклась. Что ж ты, муж, гадаешь, что глядишь сурово. Верно, рапни, ладно, будет и корова. Будет и корова, будут и телята, Чтобы жить вам долго. Ни хрена себе. Прям на голову ей. Хрена себе. Субтитры сделал DimaTorzok Зачем ты это сделал? Все это веселье напомнило мне, как мы праздновали свадьбу Ольгерда. Не мог я ему не написать. Ты передашь ему мое письмо? Передам. Спасибо. Славный ты малый ведьмак. Хоть и зануда. Девушки раскраснелись, танцуют, волосы распущены, рубашки расстегнуты, а под ними... Может, хватит? Ты видел? Шани поймала венок. По мужицким поверьям, она первая выйдет замуж. Может быть. Полночь пробила. По нашему уговору тебе пора вернуться в склеп. Нет уж. Я тут еще не закончил. Дух Витальда ушел? Видишь, она спрашивает обо мне. Значит, скучала. Я здесь, моя сладкая. Наш поцелуй так запал мне в сердце, что пусть меня сошлют на вечные муки, но я не уйду. Пока не получу еще один. Или два. И вообще, приму все, что дашь. Я рада, что ты хорошо провел время. Поцеловала меня. А я знал, что так и будет. И это только начало. Нет, это конец. Уже полночь, и тебе пора уходить. Почему волноваться о таких молочах? Покуда смерть обо мне не вспомнила, мы можем развлекаться от души. А как же Геральт? Ты ведь дал ему слово. Шанни Золотце, я ведь мертв. Не требуй слишком многого от трупа. Витальд фон Эверик, возвращайся туда, откуда пришел. Будь так добр. Не мешай мне. Перестань! Умоляю! Хватит! Прочь отсюда. Иначе я заберу тебя с собой и сделаю так, что ты будешь тосковать по своему вонючему склепу. Не мучай его. Обещаю. До смерти не замучаю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что здесь такое происходит? Что ты с ним сделал? Я вернул его туда, откуда он прибыл. Ты ведь не сделал ему плохо? Я только избавился от надоедливого гостя. Вам не было нужды дальше его терпеть. Понимаешь, Геральт выполняет одно задание, так что... Геральт всегда на задание. И всегда исчезает, как только управится. Кто знает. Может, сейчас все будет иначе. Я видел, как вы смотрите друг на друга. Кроме того, я абсолютно случайно знаю ваше прошлое. Правда? Откуда? Шань, милый. Ты же не станешь спрашивать Орла, отчего тот умеет летать. Ну вот. А самое важное, что вам уже не будет мешать Витальд фон Эверик. Я хотел бы остаться подольше, но... Не извиняйся, Геральт. Я на тебя не в обиде. Ведь маки живут по своим законам. А что до меня, то... Может быть, я просто слишком многого ждала от этой свадьбы. Я не понимаю. Неважно. Я пойду к Ольдоне. В конце концов, я ведь подружка невесты. Эх ты, Геральт, чего ж ты не понимаешь? Ах, Геральт, твои попытки понять женщину всегда окончаются вот так. А ты ее понимаешь? Конечно. Женщины очень просты. Проблема лишь в том, что мужчины законченные глупцы. Теперь твоя подруга будет грустить до утра. Принеси ей цветы или что-нибудь выпить. И она вмиг забудет свою печаль. Не помнишь, чтоб просил у тебя совета. И нужен ей. И она тебе дорога. Не воспринимай все слишком серьезно. В отношениях между людьми прекраснее всего это спонтанная искренность. Вам не нужно заканчивать, как Ольдона и Евнут. Двое бедолаг, связанных узами, из которых нет выхода. Вы можете просто наслаждаться друг другом. Доброй вам ночи. Так. Ну, свадьба, ребят, действительно затянулась. И мне кажется, продолжение этой свадьбы, как мне кажется, самая интересная часть этой свадьбы, будет уже в следующей серии. Не упустите свой шанс посмотреть на это. А пока ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, читайте описание, там есть ссылка на плейлист, если вы не видели другие серии или можете, хотите пересмотреть с самого начала третьего Ведьмака. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok